Всем привет! Я снова на объекте и здесь ребята мне позвонили, сказали, что все, ничего не встает, ничего не получается, потому что у нас есть уже электрика, нам надо делать специальные короба, мы не понимаем вообще, что сейчас делать, надо все решать. Я сюда приехал, чтобы как раз решить все проблемы и мы уже их решили. Сейчас я вам расскажу вообще, в чем здесь было дело. Итак, друзья, вот у нас расстановка. В чем здесь вопрос? У нас здесь идет шумоизоляция. Как выглядит эта шумоизоляция? То есть у нас есть потолок, там ставятся специальные такие панели, видите, как вот здесь наверху, вот они вот эти панельки, и светильники устанавливаются в специальный короб, то есть вот такой короб, который установлен здесь. Вот этот короб, скажем, для одного светильника, вот этот короб для другого светильника специально, чтобы это все было шумоизоляционно. То есть это такая технология. В чем возникает сложность? У нас здесь есть ниша, определенная ниша. И вот края этой ниши попадали уже на разведенной коробке в нашей электрике, то есть вот на эти коробке. Поэтому мы оперативно за один день перечертили вот эту нишу, и у нас нарушилась симметрия. То есть и от меня нужно было решение, опять по расстановке, вот скажем, в этой области, нужно было решение, чтобы все светильники располагались правильно и симметрично. В чем была сложность? Во-первых, сложность в том, что здесь есть дополнительные элементы. То есть мы переделали вот эту нишу, относительно нее начали располагать светильники. Но здесь стоят еще колонки, вот от тех ребят, которые занимаются акустикой. Акустика – это еще другой подрядчик. И дальше мы связывались со всеми для того, чтобы понять, как развести, скажем, вот эту нишу, наши светильники и вот эти колонки. То есть мы все это располагали, все это перебрали заново за один день, определили вот такую ось симметрии, все подвинули здесь. И у нас получилось вот такое решение. Сегодня я как раз приехал, подготовил все документы. То есть смотрите, как это выглядит. У нас есть таблица. Здесь есть вырезы под светильники, вырезы, точнее, размер блоков питания, чтобы можно было оптимально сделать вот такие коробки. Потом у нас возник вопрос довольно серьезный по колонкам. Вот эти колонки будут на потолке. И вопрос был такого рода, что вот колонки реальных размеров, как же они будут находиться на потолке, и как же они будут соотноситься по сравнению вот с этой нишей и с этими светильниками. Я связался как раз вот с теми ребятами, которые занимаются акустикой. Ребята быстро довольно ответили, дали реально размера колонок. Вот мы их поставили и посмотрели здесь на чертеже, как же это все будет смотреться, чтобы ничего не пересекалось и ничего друг другу не мешало, чтобы потом в дальнейшем не было ошибок. И в итоге у нас получилась вот такая расстановка по гостиной. То есть вот она ниша, наши колонки, вот они наши светильники. Вот такой чертеж мы предоставили потолочникам и тоже показали клиенту, согласовали с ним. Ну и конечно в дальнейшем мы расставили освещение в специальной программе и проверили уровни освещенности, а также те световые эффекты, которые мы получили от светильников для того, чтобы освещение здесь было комфортно, избежать ненужных засветов. Светильники вы можете заказать в нашем интернет-магазине, ссылка будет в описании. Также вы можете заказать у нас специальный дизайн-проект вашего освещения для ваших объектов частной коммерческой недвижимости. Ссылка и мои контакты в описании к этому видео. Ну вот, ребят, всем большое спасибо за внимание. Если вам нравится такой формат влога, обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на канал, пишите комментарии, что вам больше всего понравилось в этом видео, чтобы мы сняли новые, интересные, актуальные видео, понимали, что вам нравится такой формат. Всем большое спасибо за внимание, с вами был Иван Артем, до свидания.